Унесла мышонка кошка и поёт, не бойся, крошка, поиграй ему час-другой, в кошки-мышки дорогой. Перепуганный спросонок отвечает ей мышонок, в кошки-мышки наша мать не велела нам играть. Мур-мур-мур, мурлычет кошка, поиграй, дружок, и немножко, а мышонок ей в ответ, у меня охоты нет. Поиграл бы я немножко, только пусть я буду кошкой, ты же, кошка, хоть на час мышкой будь на этот раз. Засмеялась кошка-мурка, ах ты дымчатая шкурка, как тебя не называть, мышки-кошка, ей не бывать. Говорит мышонок-мурки, ну тогда сыграем уж мурки, завяжи глаза платком и лови меня потом. Завязала кошка глазки, но глядит из-под повязки, даст мышонку отбежать, и опять бедняжку хватит, говорит мышонок-кошке. У меня устали ножки, дай, пожалуйста, чуть-чуть мне прилечь и отдохнуть. Хорошо, сказала кошка, отдохни, коротконожка, поиграем, а затем я тебя, голубчик, съем. Кошке смех, мышонку горе, но нашел он щель в заборе, сам не знает, как полез. Был мышонок, ты сейчас. Вправо-влево смотрит кошка, мяу-мяу, где ты, крошка? А мышонок ей в ответ, там, где был, меня уж нет. Покатился он с пригорка, видит маленькая норка. В этой норке жил зверек, длинный узенький орек. Острозубый, остроглазый, был он вором и пролазый, и, бывало, каждый день крал цыплят из деревень. Вот пришел хорек с охоты, гостья спрашивает, кто ты? Коль попал в мою нору, поиграю в мою игру. В кошке мышки или в жмурке, говорит мышонок Юркой. Нет, не в жмурке, мы, хорьки, больше любим уголки. Что ж, сыграем нас сначала, посчитаемся, пожалуй. Я зверек, и ты зверек, я мышонок, ты хорек, ты хитер, а я умен. Кто умен, тот вышел вон, стой, кричит хорек мышонку и бежит за ним вдогонку. А мышонок прямо в лес и под старый пень залез. Стали звать мышонка Белки. Выходи, Градев, горелки. У меня, он говорит, без игры, спина горит. В это время по дорожке шел зверек страшнее кошки. Был на щетку он похож, это был, конечно, еж. А навстречу шла ежиха, вся в иголках, как портниха. Закричал мышонку еж, от ежей ты не уйдешь. Мы всему известный свету ежедневную газету, ежемесячный журнал, всякий грамотный читал. Вот идет моя хозяйка, с ней в пятнашки поиграй-ка, а со мной в чехарду. Выходи скорее, я жду. А мышонок это слышал, да подумал и не вышел. Не хочу я в чехарду, на иголки попаду. Долго ждали еж с ежихой, а мышонок тихо-тихо по тропинке меж кустов прошмигнул и был таков. Добежал он до опушки, слышит, квакают лягушки. Караул, беда, ква-ква, к нам сюда летит сова. Поглядел мышонок мчится, то ли кошка, то ли птица. Вся рыба, я клюв крючком, перья пестрые торчком. А глаза горят, как плошки, вдвое больше, чем у кошки. У мышонка замер дух, он забился под лапу. А сова все ближе, ближе, а сова все ниже, ниже, и кричит тиши ночной. Поиграй, дружок, со мной. Пропищал мышонок в прятки и пустился без оглядки через поле, через лес, где прошел, а где пролез. Скрылся в скошной траве. Не найти его сове. До утра сова искала, утром видеть перестала. Села старая на дуб и глазами луп да луп. А мышонок вымыл рыльцы, без водицы и без мыльцы, и пошел искать свой дом, где остались мать с отцом. Шел он, шел, зашел на горку и внизу увидел норку. То-то рада мышка-мать, но мышонка обнимает. А сестренки и братишки с ним играют в мышки-мышки. По мостовой, взметая пыль, шел грузовой автомобиль. На нем катили дети Сережа с братом Петей. А рядом, охраняя кладь, сидели бабушка и мать. Смотрели пассажиры на темный лес вдали. Из городской квартиры на дачу их везли. На дачу, на дачу, пыхтя вздымая пыль, по мостовой горячей бежал автомобиль. Ворчала бабушка сквозь сон, стараясь быть построже. Испорчь Петя патефон. Оставь кота, Сережа. В большой корзине кот сидел, подушками обложенный. И подозрительно глядел на пруд в руке Сережиной. Был этот кот мохнатый рыжь, не из простого рода. В последний раз поймал он мышь тому назад три года. Но тут, встревоженный прутом, он вылез из корзины, вскочил на стол, махнул хвостом и прыг за борт машины. Никто никак не ожидал, что он займется спортом. Сережа первый увидал и крикнул. — Кот за бортом! — скричала бабушка. — Шофер! Шофер ее не слышал, но вот, остановив мотор, он из кабины вышел. Сейчас же бабушка и мать, и Петя, и Сережа кота отправились искать. Шофер поплелся тоже. — Кота не видели? — спросил прохожего Сережа. — В Москву поехал! — пробосил внушительно прохожий. Играли школьники в футбол. Один, мигнув лукаво, сказал — налево кот пошел, другой сказал — направо. Пробрался в пригородный сад сквозь изгородь Сережа. Там на сосну он бросил взгляд и увидал, кого же сидел на ветке рыжий кот. Он слушал щебет птичий и ждал, что в когти попадет когда-нибудь добыча. Позвал Сережа — кис-кис-кис! Но кот слезать не думал вниз. Еще повыше он полез, соседних птиц тревожил. А Петя думал — кот ищет, теперь исчез Сережа. Пойду попробую найти. Пошел искать он брата, бредет и видит по пути, крадется кот мохнатый. Погнался Петя за котом, да опоздал немножко. Пушистый кот в соседний дом шмыгнул через окошко. Остался Петя у крыльца и сел на пень устало, решив дождаться беглеца во что бы то ни стало. Шоферу жалуется мать. Но вот пропал Сережа, а Петя стал его искать и заблудился тоже. Пошел на поиски шофер, вошел в ворота дома и невзначай попал на двор, где жил старик знакомый. Старик траву в саду косил и, весь дрожа от кашля, шофера шепотом спросил, вот этот кот, не вошли. Шофер глядит, мохнатый кот сидит на горке, будто ждет и чинно лижет лапку. — Должно быть наш, — сказал шофер, и вдруг, сбежав на косогор, схватил кота в охапку. По мостовой шофер идет, а вот идет Сережа, у одного под мышкой кот и у другого тоже. Выходит Петя из ворот, бежит к машине прямо, в руках у Пети третий кот, кота несет и мама, седая бабушка и та несет под мышкой у кота. Хороший кот, пушистый кот, да, к сожалению, не тот, а тот сидит в корзине на грузовой машине. Он прогулялся по дворам, на завтрак съел лягушку и поспешил вернуться сам на мягкую подушку, на мягкую подушку. По мостовой, метая пыль, шел грузовой автомобиль. Жила на воле птичка, да вдруг попала в сеть, и говорит охотник, должна ты умереть. Помилуй, просит птичка, я ростом с ноготок, всего комочек пуха, да мясо на глоток. Пусти меня на волю, доволен будешь сам, хороших три урока тебе за это дам. Охотник удивился. Ты пташка с ноготок, какой же человеку ты можешь дать урок. Но ежели прибавишь ты мне ума чуть-чуть, пущу тебя на волю, лети в далекий путь. Начнем, сказала птичка, запомни мой совет, жалеть о том не надо, чего уж больше нет. Сказал охотник, правда, разумен твой совет, жалеть о том не надо, чего уж больше нет. Затем, щебеси птичка, не стоит портить кровь, стараясь понапрасну вернуть былое вновь. Сказал охотник, верно, не стоит портить кровь, стараясь понапрасну вернуть былое вновь. Щебечет птичка, слушай последний мой совет, не верь досужим бреднем, чудес на свете нет. Сказал охотник, дельно, запомню твой совет, не надо верить бреднем, чудес на свете нет. Спасибо за науку, счастливого пути, да в сети к птицлову опять не залетит. Спорхнув на ветку, птичка промолвила, дурак, тебя я обманула, а ты попал в просак. Добыча дорогая к тебе влетела в сеть, из-за меня, охотник, ты мог разбогатеть. В моем брюшке таится награда для ловца, а ума крупнее вдвое куриного яйца. Охотник чуть не плачет, бормочет. Как же так? Несметное богатство я упустил, дурак. Сидит на ветке птичка не слишком высоко, а до нее добраться совсем не так легко. Охотник, не мигая, с нее не сводит глаз. Вот-вот она умчится, а вместе с ней алмаз. Зовет охотник. Пташка, вернись ко мне скорее, отцом тебе я буду, ты доченькой моей, и ветку золотую тебе закажу, и в клетку золотую тебя я посажу. А птичка отвечает, ты так же глуп, как был, все три моих урока сейчас же позабыл. В награду за науку лететь ты мне велел, а сам через минуту об этом пожалел. Еще не успел опуститься в дальний путь, а ты уж задумал прошедшее вернуть. И веришь, небылицы, что в птице есть алмаз, крупнее этой птицы во много-много раз. Жил человек, рассеянный на улице бассейной. Сел он утром на кровать, стал рубашку надевать. В рукава просунул руки, оказалось, это брюки. Вот какой рассеянный с улицы бассейной. Надевать он стал пальто, говорят, ему не то. Стал натягивать гамаши, говорят, ему не ваши. Вот какой рассеянный с улицы бассейной. Вместо шапки на ходу он надел сковороду, вместо валенок перчатки натянул себе на пятки. Вот какой рассеянный с улицы бассейн. Однажды на трамвае он ехал на вокзал и, дверь открывая, вожатому сказал, глубоко уважаемый вагоноуважатый, вагоноуважаемый, глубокоуважатый, во что бы то ни стало, мне надо выходить. Нельзя ли у трамвала вокзал остановить? Вожатый удивился, трамвай остановился. Вот какой рассеянный с улицы бассейна. Он отправился в буфет покупать себе билет, а потом помчался в кассу покупать бутылку квасу. Вот какой рассеянный с улицы бассейна. Побежал он на перрон, влез в отцепленный вагон, внес узлы и чемоданы, рассовал их под диваны, сел в углу перед окном и заснуло спокойным сном. — Это что за полустанок? — закричал он с позаранок, а с платформы говорят. — Это город, Ленинград. Он опять поспал немножко и опять взглянул в окошко. Увидал большой вокзал, удивился и сказал, — Это что за остановка? Балагое или Поповка? А с платформы говорят, — Это город, Ленинград. — Он опять поспал немножко и опять взглянул в окошко. Увидал большой вокзал, потянулся и сказал, — Что за станция такая? Дибуны или Ямская? А с платформы говорят, — Это город, Ленинград. Закричал он, — Что за шутки? Еду я вторые сутки, а приехал я назад, а приехал в Ленинград. Вот какой рассеянный с улицы бассейны. Дом переехал. Возле каменного моста, где течет Москва-река, возле каменного моста стала улица узка. Там на улице заторы, там волнуются шоферы, ох, вздыхает постовой. Дом мешает угловой. Сёма долго не был дома, отдыхал в Артеке Сёма. А потом он сел в вагон, и в Москву вернулся он. Вот знакомый поворот, но ни дома, ни ворот. И стоит в испуге Сёма, и глаза руками трёт. Дом стоял на этом месте. Он пропал с жильцами вместе. Где четвёртый номер дома? Он был виден за версту, говорит тревожно Сёма, постовому на мосту. Возвратился я из Крыма, мне домой необходимо. Где высокий серый дом? У меня там мама в нём. Постовой ответил Сёме. Вы мешали на пути. Вас решили в вашем доме в переулок отвезти. Поищите за углом и найдёте этот дом. Сёма шепчет со слезами. Может, я сошёл с ума? Вы мне, кажется, сказали, будто движутся дома. Сёма бросился к соседям, а соседи говорят, мы всё время, Сёма, едем. Едем десять дней подряд. Тихо едут стены эти, и не бьются зеркала. Едут вазочки в буфете, лампа в комнате цела. Ой, обрадовался Сёма, значит, можно ехать дома. Ну тогда в деревню летом мы поедем в доме этом. В гости к нам придёт сосед, а дома дома нет. Вместе с нами за дровами дом поедет прямо в лес. Мы гулять, а дом за нами. Мы домой, а дом исчез. Дом уехал в Ленинград на Октябрьский парад. Завтра утром на рассвете дом вернётся, говорят. Дом сказал перед уходом. Подождите перед входом. Не бегите сейчас за мной. Я сегодня выходной. Нет, решил сердито Сёма. Дом не должен бегать сам. Человек, всё вокруг послушно нам. Захотим и в море синим, в синем небе поплывём. Захотим и дом подвинем, если нам мешает дом. Жонглёр, сегодня в цирке полный сбор. Китайский фокусник-жонглёр участвует в программе, жонглирует шарами. Он в воздух бросает и ловит он сразу 12 шаров и китайскую вазу. Цветные стаканы он ставит на блюдо и вместе с подносом взлетает посуда. Он в воздух бросает любые предметы, мечи и ракеты, флажки и букеты. Цветные стаканы и блются, и хлопают все, и смеются, и смотрит из ложи Серёжа Петров. Нет у Серёжи стеклянных шаров, но дома стаканы найдутся. Теперь он фокусник-жонглёр. Он так и скажет маме. Он завтра выбежит во двор, жонглируя мечами. Вот он захочет выпить чай, стакан подбрось, не взначай, потом поймает на лету и поднесёт его к рту. Теперь вы, пожалуйста, чайник подбросьте, попросят его восхищённые гости, и будут расспрашивать хором, давно ли вы стали жонглёром. Темно на арене огромный, темно и в портере, и в ложе, ушли жонглёры и клоуны, домой возвратился Серёжа. И вот к столу подходит он, стакан бросает смело. Серёжа очень удивлён, вдруг что-то зазвенело. Разбился стакан и стеклянные блются. Никто же не знал, что они разобьются. Другие бросают двенадцать шаров и даже китайскую вазу, но что не подбросит Серёжа Петров, всё разбивается сразу. Нет, говорит он, решено, жонглёром я не буду. Но мама прячет от него стеклянную посуду. Любочка Синенькая юбочка, ленточка в косе. Кто не знает Любочку, Любу знают все. Девочки на праздники соберутся в круг, как танцует Любочка. Лучше всех подруг Кружится юбочка и ленточка в косе. Все глядят на Любочку, радуются все. Но если к этой Любочке вы придёте в дом, там вы эту девочку узнаете с трудом. Она кричит ещё с порога, заявляет на ходу, у меня уроков много, я за хлебом не пойду. Синенькая юбочка, ленточка в косе. Кто не знает Любочку, Любу знают все. Едет Любочка в трамвае, она билета не берёт, всех локтями раздвигает, пробирается вперёд. Говорит она, толкаясь, фу, какая теснота, говорит она старушке, это детские места. Ну, садись, вздыхает та. Синенькая юбочка, ленточка в косе. Вот какая Любочка во всей её красе. Случает, что девочки бывают очень грубыми, хотя не обязательно они зовутся Любами. Посеяли мак. Шутка. Третий класс посеял мак. Не на клумбе, просто так. Прибежал третий класс к Нине Алексеевне, все кричат, поздравьте нас, мы цветы посеяли. Маки, новые сорта, все оттенки, все цвета. Сеяли как надо, а не как попало. Целая бригада землю копала, а вожатые звена раздавала семена. Третий класс посеял мак, а растёт какой-то злак, вроде кукурузы. Вверх пробился кое-как стебелёк кургузы. Прибежал третий класс к Нине Алексеевне, все кричат, спасите нас, мы не то посеяли. Тут вожатая звена, говорит, моя вина, перепутала пакеты, раздавая семена. Подвела я всё звено, эх, какая досада, говорит, меня давно перевыбрать надо. Всё я сделал не так, я для нас абуза. Мы хотели сеять мак, вышла кукуруза. Все сказали, не беда, ошибиться иногда, это может всякой. Кукуруза пусть растёт, а на следующий год мы посеем маки. Прибежал третий класс к Нине Алексеевне, все кричат, поздравьте нас, злаки мы посеяли. Снегирь. На Арбате в магазине за окном устроен сад. Там летает голубь синий, снегири в саду свистят. Я одну такую птицу за стеклом видал в окне, я видал такую птицу, что теперь не спит мне. Ярко-розовая грудка, два блестящие крыла, я не мог ни на минутку оторваться от стекла. Из-за этой самой птицы я ревел четыре дня. Думал, мама согласится, будет птица у меня. Но у мамы есть привычка отвечать всегда не то. Говорю я ей про птичку, а она мне про пальто, что в карманах по дыре, что дерусь я во дворе, что поэтому я должен позабыть о снегире. я ходил за мамой следом, поджидал ее в дверях, я нарочно за обедом говорил о снегирях. Было сухо, но калошей я послушно надевал, до того я был хорошим, сам себя не узнавал. я почти не спорил с дедом, не вертелся за обедом, я спасибо говорил, всех за все благодарил. Трудно было жить на свете, и по правде говоря, я терпел мучения эти только ради снегиря. Да чего же я старался, я с девчонками не дрался. Как увижу я девчонку, погражу ей кулаком и скорее иду в сторонку, будто я с ней не знаком. Мама очень удивилась, что с тобой, скажи на милость, может ты у нас больной, ты не дрался в выходной. И ответил я с тоской, я тебе всегда такой. Добивался я упрямо, повозился я не зря. чудеса, сказала мама и купила снегиря. Я принес его домой, наконец, теперь он мой. Я кричал на всю квартиру, у меня снегирь живой, я им буду любоваться, будет петь он на заре, может снегирь живой, я им буду любоваться, будет петь он на заре, может снова можно драться завтра утром на дворе. У папы экзамен. Лампа горит, занимается папа, толстую книжку достал он из шкафа, он исписал и блокнот, и тетрадь, должен он завтра экзамен сдавать. Петя ему очинил карандаш, Петя сказал, обязательно сдашь. Учатся взрослые после работы, носят в портфелях тетради, блокноты, книжки читают, глядят в словари, папа сегодня не спал до зари. Петя советует, слушай меня, сделай себе расписание дня. Делиться опытом Петя с отцом, главное выйти с веселым лицом. Помни, тебе не поможет шпаргалка, зря с ней провозишь, времени жалко. Учатся взрослые после работы, с книжкой идут на экзамен пилоты, с толстым портфелем приходит певица, даже учитель не кончил учиться. У вашего папы какие отметки, интересуется дочка соседки и признается, вздыхая мальчишкам, у нашего тройка волнуется слишком.